Болельщики со стажем называли его белорусской электричкой за быстрые ноги и часто пили валидол, когда Олег Рыженков не закрывал мишени на самых престижных биатлонных соревнованиях. И хоть ему так и не покорились Олимпийские игры, но по количеству наград Кубка Мира, Чемпионатов Мира и Европы он до сих пор является самым титулованным воспитанником белорусского биатлона. Поэтому, когда мы восторгаемся достижениями современных парней сборников, нужно понимать, настоящая глыба из деревни Веремейки Могилевской области смотрит за ними с биржи через подзорную трубу. Сейчас, как известно, он работает тренером женской команды, ну а прямо сейчас вспомнит белорусское золото эстафетой Чемпионата Мира. Самый престижный вид программы наша команда выиграла почти 25 лет назад. Олег Владимирович, я сильно сомневаюсь, что когда-то давно, когда вы занимались биатлоном, там, особенно живя еще в деревне Веремейки, вы думали, что биатлон станет самым популярным видом спорта на телевидении, и что обретет такую славу. У вас вообще был какой-то иной вариант развития вашей жизни, чем биатлон, спорт? Ну, в целом, может быть, был какой-то вариант, но и с другой же стороны вариантов не было. Потому что спорт меня сразу, в принципе, в детстве заинтересовал, вот, и, наверное, в этом помог, и, прежде всего, оказал такую немаловажную роль, наверное, первый тренер, с которым занимались, Тристратенко Иван Иванович, который привлек биатлон, который показал, что такое биатлон, который, скажем, не заставил, а помог полюбить этот вид спорта. Ну и другой альтернативы, скажем, по видам спорта у нас, конечно, в деревне не было, это понятное дело. Могу только сказать, что в школе я, в принципе, учился хорошо, вот, у меня проблем с учебой никогда не возникало, можно было пойти, может быть, скажем, в математический какой-нибудь вуз и далее так, но, опять же, спорт привлек я, может быть, достаточно поздно начал заниматься спортом, вот, уже серьезно увлекся, может быть, в классе в восьмом только, вот, как бы, начал выезжать на соревнования, на сборы, и, в принципе, пошло и поехало. Сейчас вот посмотреть на всю эту инфраструктуру биатлонную, рябит в глазах от красивой формы, от красивого инвентаря, от всей этой красоты. А вы росли, развивались, наверное, в эпоху позднего Советского Союза. Расскажите истории, которые, ну, скажем так, удивят современную молодежь, которая, в общем-то, присыщена разнообразием, обилием. Ну, конечно, да, и качество инвентаря, и подготовка трасс, и обмундирование, и экипировки, конечно, было намного хуже. Но были, конечно, лыжи не такого качества. Были и деревянные лыжи, были и пластиковые лыжи, и полупластиковые лыжи. Что касается экипировки, комбинезонов и всего прочего, конечно, этого тоже не хватало. Вот этого, может быть, не хватало. Лыж, палок, там, ботинок – это было в достатке. Ну, опять же, качество было, конечно, намного хуже. Вот, трассы топтали сами, в принципе, ни буранов, ничего не было, ни литраков в деревне. Ну, как-то так выживали. На Олимпийские игры еще 88-го года проходил отбор. То есть в то время уже, в принципе, у меня была экипировка. Ну, изобилия большого не было, но был комбинезон хороший, был утепленный костюм, были ботинки уже современные, была одна пара лыж, правда, одна пара лыж, вот, и одна пара палок. Ну, на фоне вот того дефицита всеобщего, биатлонист это считался зажиточным, скажем так, гражданином? Или все-таки был как все? Ну, наверное, сложно сказать ответить на этот вопрос, но, допустим, родители у меня получали, жили в деревне, получали зарплату, ну, там, мать работала на ферме, отец работал на стройке, потом на ферме тоже работал в районе 120-140-150 рублей. Ну, такие зарплаты были, может быть, где-то у кого-то меньше, у кого-то чуть, может быть, больше. Я, когда вышел из юниорского возраста, стал победителем первенцем чемпионата СССР по юниорам в 87-м году, вот, сразу дали, скажем, стипендию, ставку. Была она 160 рублей, тех советских еще, ну, числыми получали на руки где-то рублей 138-136 в таком плане. То есть, это было, в принципе, прилично. Когда я первый раз приехал домой, уже это самое, показываю родителям деньги, они, конечно, очень обрадовались, поняли, что уже, как бы, человеком я стал самостоятельным. Чудили там по молодости, имея такие деньги? Да нет, вы знаете, может быть, воспитание такое было или нет. В то время было стремление купить инвентарь, потому что, скажем, в том же ЦСИ Динамо инвентарь нам выдавался только советский. Но советское производство необходимо, чтобы конкурировать со сборной СССР, надо было иметь и импортные лыжи, и импортные палки, ботинки. То есть, это все тоже покупалось за свои деньги, в принципе. То есть, где-то подкопишь, где-то купишь, где-то и одеться хотелось же, и джинсы какие-то купить в то время, сами знаете, что с джинсами было напряга, какие-то ботинки хорошие, курточку хорошую. То есть, все это, как бы, немножко уже шло в этом плане лучше. Вот вы говорите, не чудили, а я в вашей биографии вычитал такой интересный факт. Вы поехали в Минск поступать в институт физкультуры и не поступили в том плане, что даже не донесли документы. Где вы пропали? Нет, это не совсем так. Я приехал, мы договорились с другом, да, приехать с деревни поступать в институт физкультуры. Мы сдали документы, вернее, я сдал документы, он еще не сдавал документы. Вот, уже прошел все медкомиссии. По-моему, там что-то, надо было какого-то врача еще пройти, его не было. И на следующий день мы договорились с другом встретиться возле института. Вот, ну, соответственно, это после школы сразу, после 10 класса. Вот, и, соответственно, мы... Я пришел на значенное время к институту, а его не было, не было, не было. Я его ждал, 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 короче, не дождался. И решил один не поступать. Пошел и забрал нас на документы. У вас в плане нарушения режима в командах, в которых вы были и в молодости, и сейчас, более профессиональное отношение стало к спорту или же примерно плюс-минус одинаковое? Ну, сейчас, конечно, более профессиональный стал спорт. Во-первых, это финансовая заинтересованность, материальные ценности какие-то другие появились. Раньше, конечно, спортсмены зарабатывали гораздо меньше. Как бы, наверное, и биатлон такой вид спорта, где все-таки оружие, оно немножко дисциплинирует спортсменов. Олег Владимирович, вы бегали в те времена, когда разваливался Советский Союз, и фактически в сборную Советского Союза не пробились. Ну, мы знаем, что какой там нужно было выдержать отбор. Этот отбор вы не выдержали, потому что были слабее конкурентов из Тюмени и откуда-то еще из российских регионов. Или же там закулисные игры тоже имели место быть, как во всем советском спорте? Ну, наверное, нет. Скорее всего, закулисных игр там никаких не было. Конечно, с регионов ребятам было очень сложно пробиться в сборную СССР. Потому что были определенные центры, заседали, где воспитывались, скажем, спортсмены высокого уровня, высокого класса. Это и Новосибирск, это и Свердловск, это, наверное, Москва и Петербург. Достаточно поздно начал заниматься спортом, где класса с восьмого так серьезно. Поэтому, может быть, базовой работы этой мне не хватало для того, чтобы пробиться в сборную СССР. Может быть, это меня и спасло на то время, что я не был там в сборной СССР. Но я достаточно быстро бегал на лыжах. Я, может быть, где-то очень некачественно стрелял в то время. Совсем плохо, можно так сказать. Понятное дело, в сборной СССР было пробиться очень сложно. Вы упомянули про свои быстрые ноги. Я помню, во времена, когда смотрел телетрансляцию, вас называли белорусской электричкой. Стреляли вы похуже. Почему? Потому что поздно пришли в биатлон. Или же стрельба – это какое-то тоже врожденное качество, которое, если и можно тренировать, то совсем немножко улучшить. Да, скажем, здесь есть, наверное, какая-то доля в том, что есть стрелки, которые прирожденные стрелки, которые приходят, сразу берут пинтовку в руки и начинают попадать. Есть такие спортсмены, которым, может быть, им много не надо. Им только показать, рассказать и дать попробовать, и они уже начинают работать. Я, наверное, не относился к такому роду спортсменов. Мне приходилось через многое пройти, много учиться, много тренироваться. Скажем, может быть, не до конца я понимал стрельбу. Ну, что ее тоже надо понимать. Так же, как, скажем, спортсмен ловит технику передвижения на лыжах технично идет. Когда развалился Советский Союз, появилась сильная команда в Беларуси. Вот долго приходило осознание к топам, к норвежцам, к немцам, к французам, что белорусская команда, не просто там один спортсмен куда-то заехал на подиум, а вот они могут и в командной гонке взять золото, и в эстафете. Вот, может быть, какие-то смешные истории с этим, или какие-то глаза немца вы видели, который там очень сильно удивлен, что вы там Сашурин, Рыженков, Ивашко и Попов взяли там и обыграли их. Честно сказать, может быть, они и были удивлены, но мы на это не обращали внимания. Мы приехали, сразу влились в этот, скажем, пул биатлонный. Практически с первых этапов Кубка мира стало у нас получаться у команды. И завоевывать медали, и где-то здесь и в эстафетах близко быть, причем не только у мужской команды, но и у женской. Такой материальной заинтересованности не было. То есть не платились деньги, не выплачивались премиальные. Те же соревнования Кубка мира проходили в более скромных условиях, вручали вазу или кубок, медали не вручалось. Ну, все как-то так дружно жили. Если не секрет, сколько за победу в этапе Кубка мира, ну, за гонку платили в ваше время? В наше время, когда мы начинали, ничего не платили. А когда оно уже заканчивали, платили хоть что-то? Конечно. Сколько? Ну, когда я заканчивал, уже, наверное, платили, ну, прилично уже платили. Уже, наверное, тысяч 8 евро платили за первое место. А когда вы были на пике, по вашим собственным оценкам, скорость, если оценивать, вы входили в топ-3, в топ-5 мирового биатлона, или же все-таки поскромнее были ваши скоростные способности? Нет, у меня скоростные способности были довольно высокие, и очень часто я показывал лучшие хода на дистанции. Вот, и я мог выиграть и с одним кругом, и с двумя кругами штрафа мог попасть в тройку призеров спринтерской гонки. То есть, в плане функциональном у меня проблем не было. Когда у меня были, скажем, лучшие годы, это начиная, скажем, с 95-го года и по 98-й год, то есть, практически во всех гонках у меня были, если не быстрые ноги, то в топ, скажем, назовем, 5 всегда. Ваше самое-таки знаменательное событие в биатлонной карьере, в карьере спортсмена, связанное с эстафетами, где вы дважды стали чемпионом мира в составе белорусских эстафет. Ну, конечно, у вас были индивидуальные подиумы этапов Кубка мира, и по сути, я скажу, что до сих пор, если не учитывать медали Сергея Новикова и Антона Смольского, единичный пока случай на Олимпийских играх, вы являетесь самым заслуженным белорусским биатлонистом именно среди уроженцев в Беларуси. Ну, скажем так, немножко я вас поправлю. Мы выигрывали один раз только эстафету на чемпионатах мира, это в 99-м году, и два раза выигрывали командные гонки, это 96-й и 97-й год. В то время, наверное, у нас был очень хорошо сбалансированный состав команды, и ребята достаточно уже опытные были, и Александр Попов, и Сашурин Вадим, и Ивашко Петр, ну, то есть, и Алексей Айдаров, кстати, тоже призер Олимпийских игр Нагана. То есть, этот состав, можно его тогда в то время было назвать золотым, потому что мы были, дополняли друг друга, как на дистанции, кто-то хорошо бежал, кто-то хорошо стрелял, но именно в командных гонках и в эстафетах, как дух команды, он такой эмоционально был. Очень хороший фон был, да, в команде, на тренировках? Ну, смотрите, вы были на сборах постоянно, одни и те же лица, ну, наверное, в мужском коллективе возникали конфликты, или у вас все было настолько гладко, что просто книжки можно написать? Нет, и, как я уже сказал, в спорте всегда бывают какие-то нюансы, и внутри команды, и внутри коллектива, но они никогда не выходили, скажем, за пределы нашего коллектива. Но были? Ну, конечно, были, но где-то были, конечно, недовольства, где-то, может быть, и внутренние такие ситуации, но, тем не менее, они не приводили к тому, что, если мы выходили на соревнования, мы выходили единой командой. Но сейчас вы общаетесь, насколько близко? Вы знаете, наверное, не получается общаться, как-то еще, когда помоложе были, общались периодически, на сегодняшний момент мы только можем вот так вот где-то встретиться на соревнованиях, где-то по работе обсудить моменты, потому что все все равно здесь где-то рядом на виду. В принципе, очень здорово общались всегда с немецкой командой, общались нормально, с австрийской командой общались, с прибалтийскими командами, всеми общались в свое время очень плотно и нормально. То есть, может быть, норвежцы где-то были так немножко в стороне, они обособлены были, потому что как-то и в лыжных гонках, насколько я слышал, и в биатлоне немножко так делялись. Может быть, шведы где-то так чуть тоже стояли в стороне. Хорошо. Ну вот Пуаре приезжал тренировать в Беларусь. У него тут, мягко говоря, не получилось, потому что он какую-то другую методику предлагал. Вы тоже не согласны с тем, что он предлагал? Ну, наверное, у Рафаэля были определенные, наверное, какие-то стремления, цели показать свое мастерство, свой уровень, знания и тому подобное. Но он не учел, может быть, одну главную вещь, что наши спортсмены, они, в принципе, были подготовлены, и с ними нужно было чуть пожестче, и, скажем, проводить функциональную работу, чтобы поднять их на какой-то определенный уровень. Он же начал, наверное, с самых низов, и пытался, скажем, то, что он проходил в юниорском, может быть, возрасте, пытался на взрослых спортсменов. Просто методика его подготовки рассчитывалась на несколько лет, на несколько лет. А спортсменам, может быть, и руководству не совсем это подходило в том плане. Ну, как показало время, он там тренером не стал? Ну, как показало время, да. Наверняка сейчас вы следите за чемпионатом мира по биатлону. Наверняка есть общение с другими специалистами, специалистами, коллегами, которые по ту сторону биатлона. Что в приватных разговорах, о чем вы говорите? То есть, когда возвращение планируется? Как они относятся к тому, что вы и россияне сейчас отделены от биатлонной семьи? Сложный вопрос. Что можно сказать? Конечно, хотелось бы вернуться туда, и чем быстрее, тем лучше, чтобы, скажем, не потерять эту квалификацию, тот опыт, чтобы быть постоянно в струе, в этой, чтобы показывать результат. Надо постоянно соревноваться с ними. Да, где-то один год, это, конечно, не страшно. Но если пойдет второй и третий год, потом будет гораздо сложнее возвращаться. Что говорят в кулуарах? Понятное дело, где-то, может быть, биатлон и лыжные гонки теряют свою зрелищность из-за того, что конкуренция, может быть, где-то не такая высокая в отсутствии российских спортсменов, белорусских спортсменов. Но, тем не менее, спорт живет, он развивается, продолжается жить. На нашем уровне, который мы здесь сейчас демонстрируем, скажем, с российской командой, тоже это здорово. Для нас здорово, что мы имеем все-таки соревновательную практику и работаем. Смотря чемпионат мира или следя за Кубками мира, которые проходят сейчас, конечно, мы проводим анализ. Анализ смотрим, как бегут спортсмены, какая техника, поменялось ли что-то или нет. Пока, на мой взгляд, практически ничего не поменялось. Понятное дело, что вот сейчас пошли разговоры о применительной коллетней олимпиаде, допускать Беларусь в Россию не допускать. Тут возникают какие-то целые коалиции, кто-то там против, целые команды, целые страны не допускать. В биатлонной семье нет такого, что вот мы с вами не будем соревноваться. То есть они, сами спортсмены, сами тренеры, рады будут возвращению белорусов в Россию? Кто-то будет рад. Кто-то будет рад. Я думаю, что кому-то это абсолютно по барабану. Кто-то скажет, срезнуйтесь, какие проблемы. Кто-то, конечно, будет против. Кто против? Ну, я думаю, что будет ряд спортсменов из скандинавских стран. Спортсменов или целых команд? Ну, целых команд, наверное, нет. А будут отдельные спортсмены, может быть, отдельные функционеры, отдельные руководители, которые будут высказываться против. Ну, это их право, так же, как и право тех спортсменов и тренеров из других стран, которые за то, чтобы мы вернулись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова